Все лето команда Симбирской Кругосветки колесила по самым дальним, южным районам Ульяновской области. А любоваться золотой осенью мы отправились неподалеку, в Ульяновский район. А точнее, в его северную часть, которая с недавних пор практически целиком входит в геопарк Ундория. И уж коли это Ундория, то и первой точкой нашего пути стали Ундоры. Само село чуть помладше Ульяновска. Оно основано в 1650 году. Но главная здешняя достопримечательность – это не исторические здания, а Ундоровский палеонтологический музей. Один из трех палеонтологических музеев в России. Два других находятся в Москве и Кирове. А начало Ундоровского музея было положено больше 30 лет назад в школе номер 31 города Ульяновска, где создали палеонтологический кружок. В последующем этот кружок сменил довольно много мест, ну и обосновался в том числе здесь. Но в настоящее время это именно государственный музей федерального починения. Кстати, хоть Ундоровский музей и довольно молодой, но с ним уже связано несколько мифов. Наверное, самый известный, что это музей динозавров. Это миф, потому что те древние ящеры, чьи остатки хранятся в музее, на самом деле морские рептилии. Ихтиозавры, плеозавры, а это не то же самое, что динозавры. Да и не одними ящерами богат музей. Иногда в СМИ Ундоровский музей называют музеем юрского периода. И это не совсем правильно, потому что из юрского периода здесь только древние моллюски. А, например, древние морские ящеры – это уже меловой период, и они немного помоложе. А самые молодые здесь – это кости древних львов, бивни мамонтов, кости пещерных носорогов, которые вообще-то почти наши современники. Пока это самый маленький из палеонтологических музеев России. Представленная в его витринах экспозиция – это лишь малая часть всех здешних богатств. Однако, даже при таких размерах здесь есть и палеонтологическая лаборатория, и интерактивное оборудование. Но скоро все это не будет ютиться в избушке. Уже есть реальные планы по возведению нового корпуса музея. Он будет в 10 раз больше, и там хватит места и для экспозиции, и для научной работы. Абсолютное большинство всех богатств Ундровского палеонтологического музея было найдено в непосредственной близости от Ундр, прямо на берегу Волги. Самые свежие находки – остатки двух ихтиозавров, обнаруженные летом этого года. Подробности о них еще предстоит выяснить во время лабораторных исследований. Однако, уже точно можно сказать, что разделяют их миллионы лет. Но если для поиска древних ящеров нужно быть профессионалом, то для того, чтобы отыскать билимнит, аммонит, а может и окаменелого морского ежа, достаточно просто приехать в окрестности Ундр. Для того, чтобы стать палеонтологом-любителем, в Ундр их нужно просто смотреть в под ноги. О! Билимнит. Ростер древнего кальмара. Ему, между прочим, много-много миллионов лет. И таких здесь просто куча. Если постараться, то на берегу Волги можно найти и остатки ледниковой фауны, как это получилось у ульяновского школьника Глеба Курносова, который обнаружил и передал в музей часть челюсти пещерного льва и бивень мамонта. Но ископаемое животное – не единственное богатство этих мест. Например, здесь есть красивый минерал перит, именуемый в народе мышиным золотом. В конце октября такой камень внезапно стал сенсацией в ульяновском интернете, хотя его конкретств и в Ундрах великое множество. А чуть реже встречается другой камень, ставший одним из символов Ульяновской области. Для того, чтобы найти каменный символ Ульяновской области – симбирцит, нужно постараться чуть больше, чем для поисков билимнита. Но у нас получилось, и теперь у нас есть свой красивый симбирский янтарь. Вот только к настоящему янтарю симбирцит не имеет никакого отношения. Если главный камень Калининграда – это окаменелая смола, то у нашего камня происхождение совершенно иное. Симбирцит – это коммерческое название, которое было зарегистрировано в 1985 году. А так это, как минерал, это действительно кальцит. Кальцит – это один из самых распространенных минералов в мире. Причем он может быть от белого до черного, давая все цветовые вариации. Но именно кальцит, который внешне очень похож на янтарь, таким он может встретиться всего лишь в трех точках мира. То есть это у нас, на Мадагаскаре и в Америке. Симбирцит уже давно заслужил статус поделочного камня. Однако, если вы захотите просто взять и отшлифовать его, то сточите камень в крошку. Потому что для того, чтобы стать тем самым симбирским янтарем, ему нужно пройти специальную обработку. А вот другой минерал, который тоже находят на склоне Волги в Ундоре и без обработки весьма симпатичный. Это гипс. Да, тот самый гипс, из которого делают бандажи при переломах, стены в домах, статуи в парках. Но это в зрелом возрасте и как раз таки в обработанном виде, он напоминает и звездку. А вот когда гипс только рождается, он имеет форму кристалла. И найти его можно в долине кристаллов, недалеко от деревни Городища. Причем, если симбирцит природа создала сотни тысяч лет назад, то гипс она создает прямо на наших глазах. Хотя основа этого процесса была заложена еще миллионы лет назад, в меловом периоде. Тогда здесь было мелкое море, в донном или которого не было кислорода. И там постепенно образовывался перит. А сверху на этот ил буквально сыпались скелеты одноклеточных, состоящие из карбоната кальция. А дальше уже идет чистая химия. Эти склоны, они буквально тут смесь мельчайших кристаллов перита и карбонатов кальция. Сейчас, так как здесь все открыто, прямой доступ к кислороду и воды, которые реагируют с перитом. В итоге получаются оксиды гидроксида железа и выделяется серная кислота, которая реагирует с карбонатами, которые здесь же находятся. В итоге появляется сульфат кальция. Это и есть гипс. И так как он здесь образуется очень медленно, именно в природной среде, он растет в виде кристаллов прозрачных. Причем формы у них бывают самые разнообразные. Сама долина кристаллов довольно небольшая, но при этом является частью огромного разреза, в котором словно в книге открывается геологическая история Земли. Еще одно богатство, которое оставили окрестностям Умдр до исторической эпохи, это минеральная вода. На всю страну известна волжанка, которую добывают в источнике номер один. Но не она одна течет в здешних местах и дарит здоровье людям. Ой, как железную трубу пожевал. Очень минеральный источник, хотя вообще-то называется серебряным. Потому что по народу поверим, серебра в нем очень много. Но, как говорят, научные данные доказали, что в нем намного больше железа, чем серебра. А вообще в окрестностях Умда минеральных источников более 20 им. Какие-то из этих родников имеют имена собственные. Например, вышеназванный серебряный источник или источник Андрея Первозванного. А какие-то идут просто под номерами. Номер 8, номер 20. Одни из родников находятся в легком доступе. Добраться до других – это прохождение настоящего квеста. Но от этого вода в них кажется еще вкуснее и полезнее. Кроме геологических богатств, север Ульяновского района хранит в себе еще и память об истории. Например, среди леса на берегу Волги можно увидеть валы старинного булгарского замка. А на окраине деревни Городище можно легко разглядеть очертания валов уже не замка, а настоящей булгарской крепости. Есть версия, что это был один из форпостов Великой Булгарии, охранявший путь из этого государства в русские княжества. Но есть здесь памятники и более поздней истории. Один из них – это женский монастырь Михаила Архангела в селе Комаровка. И в первую очередь его главная святыня – Михаил Архангельский храм. Примечательно, что сама Комаровка – ровесница Ульяновская. Но храма в ней не было почти 270 лет. Церковь здесь возвели только в 1917 году. Так что, возможно, Комаровский храм стоит считать последним из построенных на Симбирской земле до прихода советской власти. И все-таки в 1932 году начали разрушать храм. Разрушили, сняли колокола, разрушили, сняли кресты и разрушили колокольню. И приостановили. До конца разрушать храм не стали. В нем организовали мукомольное производство, которое существовало до 1960 года. А потом, до начала 90-х, он просто пустовал. Возрождать церковь начали с подачи владыки Прокла. И он же предложил организовать здесь небольшой женский монастырь – человек на 30. Полностью храм был восстановлен к 1994 году. 19 сентября, на день чуда Михаила Архангела, его вновь осветили. А в октябре было принято окончательное решение о создании обители. В монастырь нужен был руководитель. И Владыченко наш находит такого руководителя. В лице нашей матушки, игумния сейчас Магдалина, Марина Митропольская в миру, архитектор по образованию, из очень верующего рода. В их роду были и священнослужители, и преподаватели духовных семинарий, что было у нас здесь, в Симбирске. Несколько лет назад с подачи матушки Магдалины в храме началась реконструкция. Она требовалась потому, что в дакоидные времена в монастырь приезжали сотни людей, даже и соседям Татарстана. Поэтому основное здание храма решено было расширить. А колокольню вообще строили заново. Сейчас с нее открывается потрясающий вид не только на саму обитель, но и на Комаровку, и на ее окрестности. И даже если вы неистово верующий человек, то посмотреть на монастырь Михаила Архангела можно как минимум по двум причинам. Первая – полюбоваться архитектурой. То, что к созданию обители приложил руку профессиональный архитектор, видно сразу. Вторая – просто отдохнуть душой, прогулявшись среди монастырских корпусов, виноградников, заглянув на берег пруда. От пищи духовной отправляемся туда, где каждый из нас сможет попробовать пищу физическую. Да не простую, а прямо из печки. Речь идет про гостевой комплекс «Хутор-своя ферма». Находится он буквально в нескольких километрах от города. Однако, попав сюда, у вас будто происходит перенос во времени и пространстве. На самом деле «Хутор-своя ферма» – это атмосферное такое место в стилистике юга России конца 18-го, начала 19-го века. Наших гостей мы встречаем с радостью и заселяем в антуражные беседки, а также хаты-мазанки, которые носят названия старых забытых профессий. Например? Например, стельмах, щепетильники, целовальники. В хатах и вправду атмосферно. Лоскутное одеяло, деревянная мебель. Почти все так, как и вправду было два века назад. Если, конечно, не считать микроволновки и холодильника. Все-таки современный человек хочет отдыхать в цивилизации. Кстати, а вы знаете, чем занимались хозяева этих хат? Если нет, то мы подскажем. Лирник – игрок на колесной лире. Стельмах – это колесник. Щепетильник – он же корабейник, торговец мелочью. А вот целовальник, пожалуй, самый интересный из них. Мы с вами находимся в хате целовальника. Целовальник в веке эдак в 17-м – это госслужащий, причем выборный, который крест целовал, что воровать не будет. А что же он мог воровать? Ну, например, казну из кабака, где он был, по сути, барменом. Но своя ферма – это не только место для ночлега. Раз уж она ферма, то естественно, здесь есть и свои животные, и сады. А еще тут можно научиться старинным ремеслам. Например, здесь проходят мастер-классы кузнечного и гончарного дела. Учат мастерить обережных укол. А самые вкусные мастер-классы, конечно же, кулинарные. Здесь вас научат готовить блюда в русской печи. Здесь мы сохраняем традиции и восстанавливаем традиции. Мы вот, например, у нас здесь на хуторе готовим только в печи. У нас кроме печи здесь ничего нет. Вот я с утра топила. Мы варим и щи, и каши, и пироги. И люди очень довольны. И говорят, что некоторые говорят, мы сто лет таких щей не ели. Потому что в печи пища томится. Это ни на газу, ни на электрической печке. Естественно, мы не могли не угоститься пирогами от хозяйки Шинка. И подтверждаем слова. Это вам не просто духовка. Пироги прямо тают во рту. А еще на своей ферме делают заготовки на зиму. Варят варенье, солят огурцы и помидоры. И хранится это все в святая святых местном погребе. Мы находимся в настоящей сокровищнице своей фермы. Сюда никого посторонних обычно не пускают. Но нам разрешили. Вы посмотрите, какие здесь богатства. Здесь малинового варенья. Вон сколько огурцы. Да прям в трехлитровых банках. Здесь маринованные или соленые. Она помидоры. Я остаюсь здесь жить. Все. 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 Кстати, 25 октября Леновская область отправила заявку на присвоение Ундории статуса геопарка ЮНЕСКО. И если ее одобрят, а на это есть все шансы, то сюда приедут тысячи туристов. Так что поспешите посмотреть на всю эту красоту до их появления. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...